Самарская ракета В Красноярской области власти еще больше ограничили посещение лесов. Это связано с пожароопасной ситуацией по всей России. Напомню, в Сибири уже много дней горят леса. В Красноярском крае площадь пожаров превысила 1 миллион гектаров. Чтобы предотвратить стихийное бедствие, в 63 регионе введен запрет на любительскую и спортивную охоту в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов и способов охоты. Запрет на охоту устанавливается с 29 июля по 27 сентября на болотно-луговую дичь с подружейными собаками. На тот же срок на пернатую дичь с ловчими птицами. С 1 по 14 сентября на зайца и лисицу с гончими и борзыми собаками. Проезжую часть Фрунзенского моста полностью забетонировали. Об этом сообщили в региональном правительстве. Устройства плиты проезжей части моста начали еще в декабре 2018 года. Чтобы распределить нагрузку на мост, проезжую часть поделили на 13 захваток, которые бетонировали в определенном порядке. К работам на последней захватке строители приступили вечером 25 июля. Движение по мосту и основному ходу дороги от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной планируют пустить в сентябре-октябре этого года. В мусорные контейнеры Самары поставят датчики, контролирующие заполнение мусором. Проект по цифровому управлению бытовыми отходами, разработанный для Самарской области, станет первым шагом реализации федеральной программы «Умный город», в которую входят Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. Он включает в себя как мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов, так и мониторинг контейнеров ТКО. Для этого мусорные контейнеры оснасят умными датчиками, контролирующими уровень наполнения емкости, а в мусоровозы установят навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей, смотрите программу «События» на телеканале Самара ГИС. Всего вам доброго, до свидания.